Знаете Roblox Studio? Такой игровой движок, которым сделали такие шедевры искусства, как Block Tales, давление и симулятор пасхалки. Те, кто хоть когда-то работали в нем, и в принципе не только в нем, знают, что разработка игр долгий и муторный процесс. Поэтому мы с моим другом R4 возьмем на себя время Roblox разработчика и сделаем самую идеальную игру во вселенной, имея чуть ли не ноль опыта работы в данном движке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Больницу И готово! Дверь открывается при касании ключ-карты. Теперь можно сформировать terrain, используя инструмент встроенный Roblox Studio и сделать тропинку, которая будет вести прямо в деревню. После этого я добавил черный-черный туман, чтобы ухудшить видимость игрока. R4 задекорил тропинку, добавив фонари, ограждения, заборы, заборы, заборы. Я в свою очередь поставил большой деревянный куб, или как его там назвать? Параллели. Чтобы сделать деревню безопасной, нужно сделать подобную возвышенность. Ведь монстр не будет забираться на нее. Не неумышленное поведение, вызванное в ставках скриптов из тулбокса, а фича. Кстати, о фичах теперь тебя кикает из игры при смерти. Хм, хм, хм. Делая так, чтобы пол был на большом расстоянии от земли, и ZZ не забрался туда. Ромчик делал дорогу к городу, и когда она была готова, начали делать и сам город. Ворота нужно было сделать так, что при касании кнопки генератора, они и сама кнопка уничтожались. Вот и дом, в котором живет Гена Мотоген и его сын, Гена Мотоген. Пока Роман тратил очень много сил, расставлял фри-модельки в городе, нужно было придумать новую опасность на замену ZZ. Я выбирал варианты. Зомби, инфицированный R4, зомби из Майнкрафт, и остановился на зомби. Теперь город наполнен монстрами с реально хорошим интеллектом. Мне же пришлось поставить дверь, которая открывается и закрывается для того, чтобы зомби не входили в дом. Рядом с Геннадием лежит канистра, которая активирует свойства машинной контач при касании. А сама машина может нас телепортировать. Это используем как своеобразное перемещение на финальную локацию. Когда мы собираем канистру, чтобы безопасно уйти, нам приходится прыгать, ведь у двери стоят зомби. Незатрудняющая геймплей проблема, вызванная моей неспособностью редактировать поведение зомби. Афича! Афича! Вот и пришло время финальной локации. Рома разместил кучу пальм, я разместил собаки цивидной формы. Первой инициативой была сделать финального босса Король Обезьян. Но в итоге я поставил гивер огромного меча, с которым будет идти сражение против... Продолжение следует...